Меня зовут Людмила Старостова. Здравствуйте. И я хочу представить вам Кристину Лодер, специалиста по русскому авангарду, автора нескольких книг по авангарду и конструктивизму и президента фонда Малевича в Нью-Йорке. И Кристина сегодня прочитает нам лекцию на тему конструктивизм и реальность. Кристина, я передаю вам слово. У нас будет синхронный перевод. Ну и затем после лекции участники зададут вам вопросы. Здравствуйте. Я очень рада быть здесь сегодня. И я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Но, конечно, я буду читать свою лекцию по-английски. В 1921 году группа российских художников решила использовать свои художественные навыки для блага широких народных масс. Они называли себя конструктивистами, и они считали, что они не должны творить для услады привилегированного индивидуального потребителя. Вместо этого они хотели создавать объекты ежедневного использования для отдельных рабочих. И они хотели вывести свое искусство из студии, из художественной галереи. Они хотели принести его на завод, на улицу и в дом каждого советского гражданина. Этим способом они надеялись внести свой вклад в создание новой среды на своей родине. Среды, которая помогла бы им одновременно привести бесклассовое общество социализма и отражала бы их собственные идеи о том, каким это общество должно быть. У них было представление об этом. И следующее десятилетие они употребили на то, чтобы попытаться реализовать это представление и создать материальные объекты, которые ему соответствовали. Конструктивисты переформатировали концепцию искусства. Они отвергли традиционное понимание искусства, как оно создается, что оно означает, его окончательную цель. Они революционизировали концепцию искусства. Они фактически объявили смерть искусства, по крайней мере, в традиционном его понимании. В этой своей презентации я хотела бы рассмотреть понимание реальности конструктивистами, способ, каким они соединяли теорию и практику с существующей реальностью, и как они могли поменять реальность, если вообще могли поменять, таким образом, чтобы она как можно больше соответствовала их представлению о новом обществе. Каково было отношение между их мечтами и той реальностью, теми условиями, в которых они работали? Насколько реалистично и насколько реализуемы были их мечты? В 1918 году, например, Александр Ротченко создавал абстрактные композиции, а в начале 1921 года он создавал абстрактные конструкции, например, овал в овале, которую вы впоследствии увидите. Но затем он перестал создавать произведения искусства и начал заниматься дизайном. В 1925 году он создавал дизайн мебели для рабочего клуба, который потом эту мебель выставлял в Париже на выставке. Тот опыт, который он приобрел, занимаясь чистым искусством, он применял для дизайна. Он не применял декорации какие-либо, не украшал их. Он переосмысливал эти объекты и реконструировал их, используя свой опыт манипулирования пространством и материалом в своих прежних художественных работах. Создавая свои конструкции и свою мебель, Ротченко думал о пространстве. И конструкции, и мебель, которые вы впоследствии увидите, взаимодействуют с пространством и создаются из простых геометрических форм в пространстве. Это символ экономии. Они лишены каких-либо поверхностных украшательских вещей. И это отрицание чистого искусства было характерно для всех художников, которые считали себя конструктивистами. Были они скульпторами или художниками, неважно. Например, существовали в 1921 году созданные Варварой Степановой крайне текстурированные динамические картины, как, например, вот здесь спортивная одежда. В дизайне этой спортивной одежды она использовала геометрические фигуры, которые заменили чрезвычайно индивидуальную форму обычного рисунка с рисунка кистью. И эта одежда была полностью основана на геометрических дизайнах. Оно было четко отличимо и легко можно было разглядеть на расстоянии эти рисунки. В марте 1921 года эти художники официально приняли название конструктивисты и сформировали рабочую группу конструктивистов. В число конструктивистов входил Алексей Ганн, который был главным теоретиком группы. Он написал программу для группы и разработал принципы этой программы в 1922 году в книге «Конструктивизм». Другие члены группы были практикующими художниками. Кроме Александра Родченко и Варвары Степановой, которые были признанными лидерами этой группы, были также Карл Йоганссон, Константин Медунецкий и братья Стенберг, Георгий и Владимир. Конечно, были также художники, которые не входили в эту группу, но связывали свою работу с конструктивизмом и воспринимали его идеи. Такие, например, как Любовь Попова, Густав Клуцис, Александр Веснин и Владимир Татлин. Программа группы объявила о существовании нового синтеза между искусством и промышленностью. Они хотели перенести свои исследования искусства в лабораторию, но это были работы не ради искусства, а скорее эксперименты с материалами и формами. В конечном итоге их исследования должны были принести вклад в использование объектов, приемлемых в ежедневной жизни. Они хотели перейти от экспериментов с трехмерными пространствами, перенести это в реальную среду и участвовать в производстве полезных объектов. Они называли эту творческую активность интеллектуальным производством, и они заявляли, что их идеологической основой был научный коммунизм, основывавшийся на марксистской теории исторического материализма. Они заявляли, что их конечная цель – это коммунистическое выражение материальных структур. Имея в виду эту цель, они организовали свои материалы в соответствии с тремя принципами – тектоника, то есть социально и политически приемлемое использование промышленного материала, фактура, то есть сознательное использование материала, и конструкция, то есть организация материала для того, чтобы он служил какой-то конкретной цели. Можно задать себе вопрос, что вдохновляло этих художников, чтобы они приняли эту позицию, чтобы они отвергли свои прежние идеи и связали себя с идеологией коммунизма, индустриализации, технологии и трудящихся масс. В основе их позиции был, конечно, энтузиазм, который они испытывали по отношению к революции, и что она представляла относительно разрушения прошлого и уничтожения старого порядка. Владимир Татлин впоследствии говорил, принять или не принять Октябрьскую революцию, у меня не было такого вопроса, я органично влился в активную творческую общественно-педагогическую жизнь. Родченко выражал похожие взгляды, он писал, я был полностью поглощен этим со всей своей волей. Возможно, легко говорить, что этот энтузиазм был использованием открывшихся им возможностей, но надо еще понимать, что, похоже, революция действительно всех потрясла. Династия Романовых исчезла, а она правила более 300 лет. Аристократы исчезли, огромные особняки, которые делились на отдельные квартиры, тоже были снесены. Полностью старый образ жизни был снесен. Жестокости гражданской войны уничтожили остатки сталого порядка. И в 1920 году задача построения нового мира, конечно, была чрезвычайно волнующей, но, конечно, сложной. И они отвечали на свои собственные вопросы. Они участвовали во многих фестивалях, где они украшали. И эти фестивали предоставляли конкретные примеры слияния искусства, скульптуры, живописи и архитектуры. Этот опыт дал подъем идее, что новое искусство само должно воплощать синтез искусства. И также привносил идею художника как создателя новой революционной среды. Во время гражданской войны художники также занимались разработкой пропагандистских плакатов, украшали агитационные поезда и создавали идеологически уместные образы. И таким образом они стали носителями революционного послания. Они не только использовали традиционные средства изображения, например, агитационные поезда стали новым способом их работы, и они сливали таким образом технологию с новым искусством. И они использовали такие образы, которые легко были поняты народом, многие из которых не владели даже грамотой. Тем не менее, некоторые авангардистские художники, например, лисицкие использовали абстрактные формы для того, чтобы передать свое послание. Например, вот здесь этот красный клин разбивающих белых использовал технологию и такую военную терминологию, которая была четко и ясно понятна. В апреле 1918 года Ленин заявил о необходимости монументальной пропаганды. Это подразумевало уничтожение всего, что было связано с имперским прошлым, носить все монументы, посвященные царям, их семьям, слугам, различным генералам, и необходимо заменить было это памятниками, которые несли революционное послание. Список лиц, которым такие памятники ставили, был не только узкоидеологическим, он включал не только исторические революционные фигуры, например, Спартак или французский революционер Д'Антон, но в него входили также социальные реформаторы, такие как шотландец Роберт Оуэн и писатели, как, например, Достоевский. Все это были люди, которые внесли значительный вклад в развитие свободы, культуры, но не получили достаточных почестей при царях. Этот план рассматривался как культурный образовательный инструмент. У памятников были пьедесталы и соответствующие таблички, которые объясняли значимость каждой фигуры, их вклад в историю человечества. Кроме того, были церемонии по открытию этих памятников, и обычно это делалось по воскресеньям, чтобы это была коммунистическая альтернатива религиозным службам. И справа вы видите как раз церемонию открытия Красного Клина. Многие из этих монументов были действительно фигурами, фигуративными, не абстрактными, но некоторые из них были и абстрактными, как, например, этот клин Николая Коли. Эти памятники возводились на площадях, в публичных местах, где обычные люди могли их постоянно видеть, и они таким образом постоянно напоминали о грандиозных переменах, произошедших в российском обществе. Для художников эти памятники, а также украшения, которые они разрабатывали для революционных фестивалей, это позволяло им разместить свою работу непосредственно на улице, непосредственно среди людей. Кроме того, художники фактически отвечали за всю художественную работу и возглавляли воплощение ленинского плана жизни. Например, Владимир Татлин был председателем художественной коллегии Наркомпроса, фактически выполнял ленинский план в Москве. Он приглашал художников и обеспечивал то, чтобы они выполняли эту работу. И каковы же были результаты этого опыта производства пропаганды для нового режима? Та реальность, в которой они работали. Во-первых, агитационная работа привела искусство к прагматическому сотрудничеству и создала практический синтез скульптуры, живописи. Кроме того, работа в агитации привела искусство в более широкую среду. Художник фактически рисовал на улицах. Искусство вышло из студии на улицу. Революционные фестивали означали также, что художественная работа стала широкомасштабной. Художники начали мыслить масштабно от картин, которые были, например, метр или два метра квадратных. Художники перешли к производству работ, которые покрывали сотни квадратных метров. Кроме того, художники стали идентифицировать себя с коллективом. И создание плакатов привело к тому, что художник стал рассматривать себя как носитель революционной идеи. А раскрашивание панелей для зданий создало идею полностью художественной среды. И работа для революционных праздников и фестивалей дала подъем идеи о художнике, который трансформирует среду. В то же самое время, когда развивались эти политические и социальные события, новые требования стали ставиться перед художниками. И стали появляться новые эстетические развития. Сами художники стали использовать свое искусство для того, чтобы декорировать интерьеры, например, в кафе «Пикчуреск». И хотя Владимир Татлин был во главе этого, но и другие художники, такие как Александр Родченко или Георгий Якулов, также участвовали в этом проекте. И они превратили обычное кафе в произведение искусства, где посетители могли среди произведения искусства и находиться. Это привело также к появлению коллектива, посвятившего свою работу синтезу живописи скульптуры и архитектуры. Называется «Живскульптарх». Как само имя предполагает, и художники, и скульпторы, и архитекторы должны были вместе работать и производить идеи для нового общества и для зданий в этом обществе. Это произошло уже во время гражданской войны, когда еще не было шансов что-либо строить, но участники этой группы очень много разработали идей, хотя и на бумаге, и совершенно безумные иногда были дикие идеи. Но этот проект под руководством Родченко показывает полностью, что они отрицали функциональные и структурные требования. Это было просто представление о будущем, сплошное воображение. А первый конкретный объект, который должен был отражать этот новый синтез скульптуры, живописи и архитектуры, это стала модель Монумента Третьему Интернационалу Владимира Татлина. Он начал как художник, потом начал работать с трехмерными абстрактными работами из разных материалов. Он показывал новый тип памятника, который отражал революцию, но также это было здание, которое будет распространять революционные идеи всему миру и будет помогать революционным изменениям во всем мире. Этот памятник был заказан, работа над ним начиналась в конце 19-го года, а потом был построен в 1920 году и был открыт в ноябре 1920 года, чтобы отметить третью годовщину Октябрьской революции. Это была деревянная структура около 9 метров, а окончательное здание должно было быть сделано из стекла и бетона и должно было бы на треть выше Эйфелевой башни. Это была большая структура, состоящая из двух спиралей, которые покоились на огромной несущей опоре, а она была наклонена под углом наклона земной оси. Внутри этой грандиозной структуры Татлин разместил три больших пространства, которые должны были бы сделаны из стекла, куб, пирамиду, цилиндр и полушарие. Из-за сурового климата, конечно, должны быть вакуум между стеклами, чтобы стеклянное здание могло сохранять тепло. В соответствии с описанием, опубликованным Николаем Пуниным в конце 1920 года, каждая из этих структур, сделанных из стекла, должна была выполнять функции размещения определенных организаций, агентств, связанных с третьим Коминтерном. Внизу, в самой нижней структуре, должно находиться законодательное собрание, и оно должно было вращаться со скоростью одного оборота в год. В пирамиде должен был находиться исполком Коминтерна и секретариат, и это здание должно было вращаться со скоростью один оборот в месяц. А цилиндр должен был вращаться в один оборот в день. Там должен был размещаться информационный центр, там издавались прокламации, публиковаться должны были памфлеты, манифесты. Кроме того, в этом здании должен был находиться телеграф, а лозунги должны были проецироваться на экраны в самом верху верхнего полушария. Кроме того, должна была быть радиостанция и радиомачты должны были находиться на самом верху. Все эти три структуры должны были стеклянно вращаться с разной скоростью, то есть они выглядели как огромные шестеренки в машине, должны были постоянно двигаться. И чем выше они находились по монументу, тем быстрее они вертелись. Здесь вся структура, вся функция монумента изображала динамизм. И не только внутренние структуры двигались, но цель этого движения была создавать революцию или вращение. Революция и вращение по-английски может выражаться одним словом. Конечно, это была чрезвычайно сложная структура, особенно в той высоте, которую предполагал Татлин. И похоже, что с самого начала у Татлина были сложности в создании модели, и он заменил, например, нижний куб на цилиндр. На выставке Татлин четко связал новую технологию искусства и озвучил лозунг «Инженеры создают новые формы». Татлин очень хотел связать этот монумент с самой последней технологией, и есть вот некоторые примеры того, как он это делал. Но при создании этой структуры, возможно, на него определенное впечатление произвели нефтяные башни Баку и также радиомачты кораблей. И там, и там он работал в молодости. И, конечно, важным источником вдохновения была Эйфелева башня, которую он наверняка видел, когда посещал Париж весной 1914 года. Здесь вы видите большое обзорное колесо, и инженер-создатель Густав Эйфель создал свою башню для выставки в Париже в 1889 году, и это отмечало столетие французской революции. Эйфель хотел продемонстрировать невероятный потенциал балочных конструкций, и после закрытия выставки Эйфелева башня использовалась как радиомачта, как антенна. А спиралевидная форма монумента Татлина также напоминает минорет великой мечети в Самаре около Масула в Ираке, которая была построена в IX веке. И ее Татлин наверняка тоже видел, когда путешествовал, пока работал моряком. На протяжении долгого времени эта башня высотой 52 метра была высочайшим зданием в мире. Она была разрушена, сама мечеть, в 1287 году, а минорет оставался. Но в 2005 году после бомбардировки начал и минорет разваливаться. Но для Татлина этот минорет оставался невероятным символом веры. Хотя сам он не был мусульманином, но он наверняка думал о том, чтобы использовать эту спиральную форму, чтобы объявить о своей вере в революцию. Эта модель была потрясающим, амбициозным проектом. И, конечно же, он пытался использовать фактуру материалов и исследовать взаимозависимость, взаимные отношения, различные также прочности материала на разрыв, как они взаимодействуют друг с другом. И вы видите, как здесь он резал и скручивал рукой отдельные полоски металла. Но в самом монументе ничего ручного не было. Все наоборот, было очень точно вырезано и очень точно отполировано. Потому что и намерение было другое. Надо было подчеркнуть, как это связано с индустриальной промышленностью. Он очень четко выразил это в своей работе, которая называлась «Наша предстоящая работа». В конце 1920-х годов, когда его модель выставлялась на Восьмом съезде партии, Татлин и еще другие три художника решили создать декларацию, которая была опубликована в бюллетене Конгресса. В своей декларации он связал это с идеологией коммунизма. И он также призывал своих художников-коллег, чтобы они использовали искусство для того, чтобы создавать предметы ежедневного пользования. И он говорил, что самые основы нашего искусства, нашего творчества не гомогенны. И мы потеряли всю связь между художественными, различными скульптурой, архитектурой, рисунком. И в результате мы дошли до индивидуализма, до выражения личных вкусов. Тогда как и художники в прошлом украшали, например, стены частных домов, семейных гнезд. И все, что им оставалось, это украшать железнодорожные станции такими формами, которые сейчас уже кажутся смешными. А что же произошло в социальном аспекте в 1917 году, отражалось в их работах, когда материалы, конструкции, которые они наработали до революции, стали основой новой работы. Их исследование материалов и конструкций сделало для них возможным в 1918 году суметь комбинировать такие материалы, как железо, стекло, материалы классицизма эпохи модерна. И это стало сравнимо с тем, как раньше в античности использовался мрамор. И в этом отношении появилась новая возможность объединить чистые художественные формы с утилитарными целями. И мы должны, считал Татлин, использовать наши изобретения для создания нового мира, где мы можем контролировать формы, с которыми мы встречаемся в нашей ежедневной жизни. В этих своих утверждениях Татлин призывал других художников заняться тем же самым и взяться за практическую задачу создания нового мира. Но он также подчеркивал синтез разных искусств и слияние искусств и технологий. Этот фокус на технологии отражал значимость технологии для нового государства. Ленин лично считал, что технологическая революция чрезвычайно важна. И он заявлял, что война многому нас научила, но особенно тому, что те, у кого лучшие технологии, организация, дисциплины и лучшие машины, выигрывают. А без машин, без дисциплины невозможно создать современное общество. Оно совершенно необходимо, совершенно необходимо овладеть новыми технологиями или же вас раздавят. В условиях 1920-х годов это, конечно, было чрезвычайно оптимистично. Первая мировая война, а затем гражданская война полностью разрушили страну, разрушили заводы, фабрики, всю индустриальную экономическую инфраструктуру. В 1920-м году индустриальное производство было только 10% от того, что страна производила в 2014-м году, а экономика перешла на уровень бартера. Чтобы справиться с этой ситуацией, Ленин принял несколько очень важных мер. Самым важным, пожалуй, было принятие НЭП, новой экономической политики. Это представляло компромисс с капиталистическим образом жизни и предполагалось, что оно подтолкнет бизнес-активность. И хотя малый бизнес был частным, но большие заводы и фабрики, вся тяжелая промышленность контролировалась правительством. Ленин говорил, что мы находимся в страшном, в отчаянном положении. Мы должны покупать где можем, продавать где можем. И партия должна научиться торговать. Еще одна стратегия, чрезвычайно важная, это план электрификации России. Он заявил, что коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны. Конечно, у этого плана была практическая значимость, электричество делало жизнь гораздо легче для людей, но, кроме того, это позволяло значительно ускорить развитие промышленности. Но у этого плана была также идеологическая коннотация. Ленин и буквально, и фигурально просвещал народ. На этом плакате Клуцис подчеркивает связь между Лениным и планом Гойл-Ро, планом электрификации страны. Показано, как Ленин идет по новой среде и держит в руках огромную ферму линии электропередач. Клуцис сам был активным революционером, убежденным коммунистом. Он воевал в рядах латышских красных стрелков и участвовал в боях за Москву во время революционных сражений. Промышленность, конечно, была чрезвычайно важна для новой России. Рабочие, то есть новые правители России, были продуктом индустрии, индустриальной культуры, основанной на технологическом развитии. Но Россия по-прежнему оставалась в основном сельскохозяйственной страной. 80% народа по-прежнему были крестьянами. То есть государство должно было развить индустрию. Кроме того, как я уже говорил, после почти 7 лет постоянной войны экономика была разрушена. И Ленин подчеркивал необходимость использования самых новейших методов производства. Например, развитых Генри Фордом в США, например, конвейер. Кроме того, его очень интересовали идеи времени и движения, разработанные Тейлором. И эти идеи назывались «тейлоризм». Конечно, до революции Ленин критиковал «тейлоризм» как метод эксплуатации пролетариата. А после революции, однако, он принял этот же метод как способ сделать советскую индустрию эффективной. В России главной фигурой, связанной с тейлоризмом, был Алексей Гастев. Он был заинтересован в том, что называлась «научная организация труда», и он руководил Центральным институтом труда. Тейлоризм стал чрезвычайно модным. Одно время даже предлагали, что все должны жить по единому режиму, по одному расписанию. Но потом кто-то понял, что если миллионы человек одновременно будут принимать душ, то это окажет чрезвычайную нагрузку как на систему поставки воды, так и на канализацию. Если разработка индустриальной базы была чрезвычайно важна для основания социализма, то технология была ключевым фактором развития этой промышленности. Ленин видел необходимость развития хорошей структуры транспортной для того, чтобы сырье и продукция могли по всей стране свободно перемещаться. С того момента, когда Маркони осуществил первую передачу радиосигнала в 1895 году, радио стало символом научного прогресса и научного потенциала наряду с телефоном. Ленин понимал также значимость радио как способ информировать людей, образовывать их и просвещать в коммунистических принципах. Движение авангардистов также радостно ухватилось за радио, и каждое здание, которое конструктивисты создавали в 1920-е годы, было оснащено радиомачтами. Например, Татлин в 1920 году на свой памятник третьему интернационалу также поместил радиоантенну. Все эти развития в реальном мире оказали свое влияние на разработку конструктивистами своих позиций. В то же самое время чисто искусство также оказало на них воздействие. Например, они перешли от репрезентативного искусства к абстракции. Вот здесь живопись Владимира Стенберга в 1920 году, как символ принадлежности своего к рабочему классу, он изобразил вот эту фигуру рабочего у машины. Но к 1921 году он уже перешел к совершенно абстрактным композициям. И среди авангардистов появлялась идея, что новое искусство, абстракция, это лучшее искусство для нового правящего класса, для рабочего класса. И искусство, и рабочие отвергли старый порядок. Следующий шаг художников был переход от живописи к коллажу. Они использовали материалы из реального мира. Объекты, которые массово производились, и таким образом до некоторой степени отражали реальность рабочего класса. Здесь, например, вы видите цветную конструкцию Георгия Стенберга. Она сделана из разных материалов, например, пробирка, опилки, различные краски, металл. Композиция абстрактная, и поэтому цвета и текстуры сами по себе являются субъектом этой работы. Это был небольшой шаг от применения материалов до использования реальных материалов для того, чтобы построить конструкцию в пространстве. Владимир Стенберг создал спираль, две ленты металла, которые вокруг друга обращались. И они взаимодействовали с пространством, определяли и закрывали это пространство. И тем самым подчеркивали пространство как внутри, так и вовне этой структуры. Эти все развития привезли к спорам о природе, композиции и конструкции. Этот дебат продолжался всю зиму 1920-21 года. Здесь вы видите вклад Владимира Стенберга в этот дебат. В рисунке композиция существуют различные элементы, которые перекрываются, касаются друг друга. А в чертеже конструкции, в рисунке конструкции, каждый элемент соотносится друг с другом для того, чтобы создавать осязаемый объект. И выглядит как фактически техническая конструкция. И она, конечно же, связана с реально построенной трехмерной конструкцией, которая называется конструкция пространственного сооружения номер 4. И она была сделана из массово вырабатываемых металлических элементов. Споры, которые шли вокруг этой композиции, также были проявлены в Москве, где проходил восьмой съезд партии. И там проходили также обсуждения по поводу НЭП, по поводу Гайл-Ро. А последовав примеру Татлина, и, конечно, на них большое впечатление произвели его положение в книге «Наша предстоящая работа», В начале 1921 года Родченко также сказал, что единственная конструкция – это реальная трехмерная структура. И в результате была создана рабочая группа конструктивистов в марте 1921 года. На экране вы видите документальную фотографию выставки, которая была сделана в мае 1921 года. Как вы видите, есть двухмерные работы, но большая часть экспонатов была трехмерными конструкциями, сделанными из дерева или из стекла и железа, которые Татлин называл материалами современного классицизма. А если посмотреть на эту фотографию, вы можете сказать, что это произведение искусства. Но в то время они скорее считались лабораторными работами, то есть экспериментами в трехмерном пространстве, которые предпринимались не ради искусства, но ради утилитарной цели. Большинство из этих экспонатов уже не существует, но некоторые из них сохранились. Среди них, например, вот эти две конструкции. Обе они исследуют материалы впечатления. Эти две конструкции. Эти стекла, которые были сделаны в одинаковую степень. Эти степень. на основе основные формы, в церковь, в церковь, в церковь, в церковь, в овл и в церковь. Это показывает как эти экстраординарные структуры были сделаны. Родченко cut концентричные формы из пляжа, и затем ротировали их, и в спасти с wire. Это процесс имеет значение, что работа в процессе в процессе конструкции, из плотной планы в три-движном поле. Родченко then suspended these конструкции from the ceiling, so that they could turn slightly in the breeze, and, in this limited way, interact with the environment. Родченко used plywood and painted it with metallic paint. Если бы он использовал металл, если бы он мог плоский металл достать, он бы использовал листы металла, так он использовал фанеру и покрасил его металлической краской. И игра света и формы увеличила ощущение динамизма. После выставки работы разбирались и хранили в плоском виде. Вы видите, за Родченко вот в этой фотографии, художника в его студии. И математическая ясность работы Вольчерка в конструкциях Владимира Сергея замечена, что включает в себя металл и стекло. Он, возможно, получил обрезки металла на железнодорожных заводах, где работал его, он и его брат работал. И если говорить про фонари на крыше или мост, совершенно четко это не оно, оно очень, очень четко напоминает и технологически инженерном смысле. Этот резонанс, он усилен тем, что кроме пьедестала Владимир Станбик сделал, поддерживающий открытую скелетную структуру. И весь ансамбль, он подчеркивает принципы экономии, пространства, технологии и индустриальных материалов, промышленных материалов. В своей конструкции, в противоположность Йоганса, он строился на том, чтобы компоненты, элементы потенциальной инженерной созданной структуры инженерной, как они могут двигаться, менять свою конфигурацию. И в своей работе четко сделано из дерева, но элементы выглядят так, что они могут быть сложены в плоскую структуру. Эти работы, они показывают наилучшим образом две крайности конструктивистской лабораторной работы. Стенбек, они создали структуру в отношении, прямом отношении реальному миру. Медоневский, он использовал технологические и утилитарные ассоциации. Это здесь больше речи об эстетике, не только о качестве материала. Цвет, форм подчеркивают различные качества металлов и визуально, и то, что, например, красный металлический стержень, он гибкий, и он в контрасте с очень ярким, блестящим желтым бронзовым треугольником, простите, латунным треугольником. Вот здесь видите чистый, красный чистый, желтый чистый, синий, все другие цвета могут быть сделаны из этих первичных цветов. И он сказал, все, это конец, это конец картины. И в 1922 году было первое практическое воплощение конструктивности. Здесь были киоски ради оратора, которые сделал Густав Клодзис. Здесь декоративный концепт для стен Кремля, для того, чтобы отметить пятую гедовщину революции и четвертый съезд Коминтерна. Это включает красное солнце коммунизма, аэроплан и открытое строительство. Это общая схема, различные идеи, но нет практических деталей относительно размера и так далее. Значительно более практическая идея была с точки зрения пропаганды, где у вас есть платформа для спикера, экран и полки для литературы снизу. Здесь мы видим визуальный элемент, фильм, звук и печатное слово. Это буклеты для пропаганды. Это в 1921 году было сделано из деревянных стержней и одинаковой толщины, но различной длины. При разработке этого стенда Клуцис был под влиянием другой лабораторной работы других художников, таких, например, братьев Стэнберг. Он использовал натяжные кабели для увеличения стабильности для связи экрана и основы, в которой находились буклеты, например. Клуцис также был вдохновлен своими собственными картинами изобразителем искусства. То есть, он динамичный игурок и ксенометричный рисунок того, что он испытал и собрал их в трех измерениях. Мы знаем, что были различные разработки Клуциса. Как минимум, один отель, где делегаты коминтерно остановились. И историки думают, что это, наверное, вот эта сфера. Она напоминает о глобусе и о пролетарии. Все там соединяйтесь. Это может быть очень уместно для делегатов. И то же самое. Клуцис, здесь был дисплей. Это был стенд складной для афиш и для слоганов. И использование похожих геометрических формок, то есть, такие же, как подвесные конструкции Ротченко, каскадирующие овальные конструкции Клуциса. Они были вырезаны из материала. Концентрические формы очень похожи. Но, тем не менее, вместо того, чтобы вращать концентрические формы, как Ротченко сделал, Клуцис, он связал и сделал из них своего рода цепь. Это такой же процесс он использовал с кладным стендом. И Клуцис здесь четко вдохновлен был Ротченко, открыта вращающая скульптура с такими ребрами, на которых могли быть написаны слова и посылы, сообщения. Клуцис и другие стенды разработали тоже похожие приемы. Например, радио оратор, только одна функция. Здесь они давали записи очень вдохновляющих революционных речей. Ленина, другие были сделаны для нескольких киоски, стенды для пропаганды. Очень зачастую сделаны из дерева. различные способы дизайна, различные идеи дизайна были исследованы. И в этот момент, когда материалы и строительные материалы были, была большая нехватка, это очень серьезное было соображение, доступность материалов. Алексей Ган разработал вот этот киоск, его можно построить где угодно, он можно закрыть, когда они используются. Несколько полок, потенциальные клиенты могли увидеть, какие книжки есть, может быть. Один вариант вот этого книжного киоска был построен, когда я была стажером в Москве в 70-е годы. Я помню, я видела как минимум один такой киоск в метро битлетека Ленина, один в МГУ, где я жила в то время. И вдобавок к этому киоску Ган также сельскую читальню, она была вот такой формы и напоминала нежели чем сельское здание. Она очень выделялась сельской местности и воплощалась в ее перемены. И здесь вы видите, что крыша сделана так, что снег сходил с нее очень легко. Киоски и стенды, они очень маленькие по масштабу. Конструктивистские идеи можно можно использовать в театре, например, более масштабно. Например, великодушный рогоносец, поставленный в Москве в апреле 1902 года. Это было здесь Попова сделала машину для актеров. Здесь была лестница, здесь была горка, здесь была скамья, и здесь колеса вращались, и они то есть сцена была машиной, рабочие, актеры были рабочие, они все были в одинаково комбинезонах, штаны для мужчин и юбки для женщин. Эти костюмы различались только самыми минимальными. Например, для няни был фартук. И вместо традиционного Мейерхольд превратила своих артистов актеров в гимнастов и механические единицы. Он разработал теорию биомеханики, где не психологически, а физическое действие передавали идеи. Степанова создала не одну машину, но несколько устройств для смерти Тарелкина. Они были белые, но не как поповые, мы не были не монолитные. Их можно было распределять, можно было переставлять их по сцене свободно. Совершенно здесь была структура как мясорубка. Один из персонажей, который попал в тюрьму, он должен был пролезть через вот эту мясорубку. И не работало это, не всегда работало хорошо и было брошено. Александр Веснин, он более архитектурные сцену создал, декорации для человек, который был четвергом. Человек, который был четвергом здесь и поповская, и степановские сцены здесь. Он был более амбициозный, выглядел как настоящие леса. Здесь похожие черты, они совершенно поразительные. для всех этих художников театр дал микросреду, где они могли экспериментировать в ограниченном времени. В 1923 году менеджер, управляющий государственной сице навивной фабрики в Москве, она перестала рисовать, она начала, она туда пришла, и Попова, Степанова, между осенью 1923 года, и начале 1924 года, они туда пошли, и очень много разработали рисунков, узоров для текстиля. Они были основаны на геогетрических формах, и отвечали, работали структурой ткани, структуры расположения ниток ткани. Самое большое, они использовали два цвета и еще черный, то есть, если ткань белая, в добавлении к нему, и комбинации, которые можно было использовать, они были совершенно поразительные. Четыре этих дизайна, вы здесь видите, диагональные линии различной толщины в середине, и четыре, на самом деле, это диагональные линии различной толщины, и изменяя каким образом черный, и коричневый, черный, и зеленый, как они нанесены, они создают совершенно разные узоры и плотность. Здесь вы видите, что белая появляется, как позитивный элемент дизайна, где мы видим черный и зеленый, на самом деле, они отдают вот эту, вот этот фон, и большой дизайн здесь, он довольно сложный, но он создан из простых элементов, он состоит из вертикальных линий из черного, различной ширины, которые расположены на различных расстояниях друг от друга, то же самое здесь, круги здесь, они просто розовые, желтые, но разного размера, и компонентные элементы, они простые, но динамизм создается вот этим смещением картинки, вот этот сдвиг, который прерывает вот эту обычность. Степанова работала очень похожим образом, она сделала узор из изогнутых черных линий и прямых красных линий, и очень работает хорошо с различными нитями в ткани, вертикальные зеленые ткани, и здесь вы видите пространство, они горизонтальные, красные линии, комбинации вот этих простых форм, дает очень неожиданные результаты иногда. Голубые треугольники, здесь вы видите значительно более сложная форма, которая показана здесь в виде более маленьких треугольников. Здесь эти текстильные узоры, они очень сильно отличались от дореволюционных узоров, которые обычно были цветочки, которые повторялись. Здесь вы видите одна, вы ее видите 20 лет до этого, какие были платья, и она в своем платье. Здесь, на этом слайде, вы видите новости, здесь разработки Татлина. Татлин, он их сделал сам, и он был как модель в них. Татлин объяснил, что из легкого материала сделан, но здесь несколько было подкладок, фланель для осени и весны, и мех для зимы. Здесь, здесь, чтобы циркулировал воздух, было сделано, довольно низко были карманы, то есть, руки можно опустить в карманы. Татлин показал, что здесь совершенно очень эффективно это. Очень эффективно, на самом деле, не сработало. И Попова, и Степанова, они сделали дизайн одежды для Мейерхольда в театре, конечно, и в смерти Тарелкина для этих пьес была идея проз одежды, то есть, одежда для производства, то есть, это одежда, которая сделана для производства, для какой-то цели, это была рабочая одежда, функциональная, без украшений, без каких-то добавок. Но для того, чтобы расслабиться, она более элегантная одежда, например, платье, которое вы видите здесь, она использовала один из своих узоров, но это сделан из фланелей, и опять, для того, чтобы сделать очень интерес, и также теннисное платье оно сделало, на этом слайде здесь вы видите Степанова, ее дизайн спортивной одежды, форма, это только в одной есть юбка, они все геометрические, как будто человеческое тело было бы геометрическое, и украшения тоже геометричные, и очень тяжело знать, насколько эффективно, как их, если из расстояния посмотреть, каким образом это будет выглядеть, и одну вещь, которую сделали, на самом деле, и можно посмотреть, как она выглядит на человеке, она не очень-то подчеркивает форму, но очень функционально, здесь не было лишних элементов, и линии очень просты, Родченко разработал, сделал свои собственные прозадежды, и здесь видно, он был, это было сшито для него, и вы посмотрите, это рабочая одежда, было очень много карманов, и также на шее была оторочка из кожи, для того, чтобы не изнашивалась долго, каким образом это было сконструировано, это совершенно четко понятно, и здесь, другими словами, конструкция здесь показана, ее видно снаружи одежды, здесь нету никакой попытки приукрасить или скрыть, все элементы могут быть объяснены и наличием какой-то функции, возможности для конструктивистов, чтобы вовлечься в работу настоящей промышленности, были очень ограничены, советская промышленность, она была в упадке в начале 90-х годов, и они не знали, каким образом использовать дизайнеров, и, конечно, первая ситсонабивная фабрика была исключением здесь, когда он пришел на завод Леснера в Ленинграде, и он просто копировал планы, он просто как чертежником был отправлен на работу, поэтому конструктивисты, они должны были удовлетворить дизайн и какие-то индивидуальные вещи для себя, они должны были остановиться на этом, и единственный конструктивистый интерьер в 20-х годах был рабочий клуб, рабочий клуб Родченко дизайн для выставки в Париже, декоративного искусства в Париже в 1925 году, это рабочий клуб, другой взгляд, очень, это был рабочий клуб, это были важные горнила для нового общества, они давали место для отдыха, для, они заместили церковь как социальный центр, они встраивали коммунистические ценности, Родченко он ответил идеологическую роль, он сделал стол, стулья, мебель, которые отвечали этим функциям, этим задачам, платформа для спикера, и здесь был шахматный столик, он использовал стандартные компоненты, имя Ленина в модульном виде, здесь Ленин погиб, умер в 1027 году, и его образ, он, конечно, был везде в клубе, и все было сделано из дерева, потому что дерева было очень много в России, достаточно его легко было обрабатывать, и все, вся мебель экономила пространство, здесь было две секции, здесь были такие отвороты, и здесь было небольшое углубление, и то есть, книжки можно было под углом наклонить, и когда нужно стол использовать, например, для рисования, для производства плакатов, то тогда этот стол делался плоским, делалась одна поверхность, это было сделать просто, экономично. здесь вы видите подлокотники, вот эти стулья были сделаны, здесь вы видите три вертикальные стойки, которые соединены сверху, и спинка, и в середине это сидение, внизу они соединены для стабильности, сверху это спинка и подлокотники, здесь это полукруги, вы видите полукруги, это сидение сверху, это такая рейка гнутая, и вы видите дизайн. Поскольку не все время используется платформа для спикера, поэтому ее можно было собрать в более маленькую, то есть, ее можно сложить и убрать, и можно ее разобрать тогда, когда ее нужно. то же самое, шахматный столик было сделано так, чтобы он занимал как можно меньше места, и он поднимался вверх, а когда играешь, его, то есть, здесь нельзя вылезти из-за стола, потому что иначе все шахматные фигурки упадут во все стороны. И Ротченко здесь не просто конструктивистские принципы, он думал о реальной ситуации, какие были рабочие клубы, что там происходило в Советском Союзе. здесь была одна комната, и в этой комнате нужно было, чтобы была вся деятельность там, которая происходила, нужно было ее обеспечить каким-то образом. То есть, здесь не было места для большой мебели, для ненужных вещей, а пространство было дорого. Его не было. Нужна была здесь реальная нужда экономии пространства. конструктивисты конструктивисты не только создавали объекты для ежедневного использования, они также разрабатывали методологию дизайна и учебные программы, которые стали бы эту методологию приносить в новое поколение художников. ВХУТЭМАС был организован в декабре 1920 года специально для того, чтобы обучать художников для промышленности и обучать учителей искусства для школ. Конструктивисты играли ведущую роль в создании, например, факультета деревообработки и металлообработки и архитектурного факультета. Мемберс объекты знали артисты не архитектеры александр Везнен, who от orbite строительство с архитехат ветох архитект способный разработчик в 1925 и еще архитекты как Моисей Гинзберг создавали Отхитекты В? и использовали технологии укорно для создания modern buildings that would be social condensers, this meant that they would encourage a more communal and socialist way of life, they would be active participants in the process of creating a new society. Initially the constructivist designs for buildings displayed the process of construction and the structural skeleton supporting the building on the outside, you can see this in the Palace of Labour and the Leningrad Pravda buildings. Eventually however, the constructivist architects adopted the main features of Le Corbusier's architecture and the international style. So the constructivists began to use smooth white walls, pilottes, ribbon windows, flat roofs and a roof terrace. You can see these features in the Narcon Fin building which was built in 1930. But although the exterior might reflect influence from the west, the interior of the Narcon Fin building was designed in accordance with the functional method devised by the constructivists of Osser. According to this, the architect had to analyse the function of the building and each of the tasks that it had to perform. Then the architect had to consider these in relation to the wider ideological and social issues, which the working group of constructivists had called tectonics. Then the architect had to consider building materials in line with the latest technology and the method of construction. Hence the Narcon film building had different types of apartments, appropriate respectively for individuals, couples and small families. There was a communal dining hall and kitchen facilities in the apartments were therefore minimal. Despite all their dedication and work, the constructivists only managed to get a few buildings actually constructed. By the second half of the 1920s, in response to consumer demand, textile prints had lost their geometric purity. And patterns had become much more diverse and figurative. Constructivist furniture was not mass produced, and even constructivist theatre became less popular. One of the few areas which continued to demonstrate constructivist principles was graphic design, especially posters and book covers. As in the textile designs, constructivists used simple geometric forms, but played with combining them in inventive and innovatory ways. Inevitably, posters included a figurative element. The viewer had to be identified clearly what was on offer. At the same time, the way in which this item was presented could be made interesting by being combined with abstract elements and being organised in an unusual way. We see all these features in the posters devised by Rodchenko. The aeroplanes taking off, Lily Brick announcing the importance of books, Vertov's cinema eye peering at the viewer, and the bottle of beer, killing its home-brewed competitors. In 1923-4, Rodchenko designed numerous posters to verses written by Vladimir Mayakovsky. This poster advertised the merits of babies' dummies. These images and the lettering are all hand-drawn by Rodchenko. But in addition to the adverts, Rodchenko also designed covers for books and journals, such as this one for Liev. At this point, he had begun to use collage elements within a graphic structure. Here, the gorilla with the spear trying to attack the plane and the plane itself are both cut from magazines. Of course, the image effectively communicates the communist message, which in this instance was also the construction... It's very clear to be the communistist's message, and also the constructivist's message. Modernity, new technology and not-in-lawless aeroplanes. And so, humanity is able to move on new heights and leave new properties and new stories on Earth. The constructionists began using photos and photographs in their graphic design. The photographs were, of course, figurative, but they are also made of machine technology, machine technology, machine technology. They are made of equipment. They are not unique, but they can mass-force how to express themselves. And this mechanical features прив led to constructivists. В 1923 году Родченко выработал серию очень сложных фотомонтажей для иллюстрации поэмы Владимира Маяковского об этом, чтобы проиллюстрировать ревность, встревоженность поэта, чтобы показать это все. Он изобразил поэта и динозавра его примитивных эмоций, которые ждут, но они потом уходят. Клуцис также использовал фотомонтаж для того, чтобы передать чувство реальности этому пониманию динамического города. Когда мы видим реальность, фотография делает невозможное возможным. Они, похоже, отражают действительную реальность, и когда мы их видим, мы считаем, что мы видим реальность. А манипулируя фотографиями, конструктивисты делали невозможное более возможным и кажется даже существующим в реальности. Именно это свойство, когда вы можете что-то сделать как будто реальным, как будто ощутимым, именно это сделало использование фотографий такими ценными для пропаганды, и фотомонтаж стал идеальным инструментом для пропаганды. Клуцис был ведущим художником, использовавшим этот тип пропаганды. Он начал с плакатов, которые пропагандировали план Гойл-Ро, но уже в 1924 году, вскоре после смерти Ленина, он начал гораздо более интенсивно использовать фотомонтаж. После смерти Ленина большим спросом пользовалось все связанное с его жизнью, и, конечно, скорость, с которой производился фотомонтаж, можно было производить и снова воспроизводить эти имиджи, манипулировать ими, и каждый раз по-разному придавать новую коннотацию, новому образу. А с наступлением плана первой пятилетки, который начался в 1928 году, Клуцис начал работать над своей собственной пропагандой, своими собственными образами. Он использовал свою собственную руку на этих двух плакатах, которые называются «Выполним план великих работ» и «Рабочие и работницы все на перевыборы советов». Фактически обе композиции идентичны, и только лозунг отличается. А урок, который из этого можно извлечь, это то, что хорошего образа много не бывает. Клуцис использовал простую, но очень эффективную формулу для своего фотомонтажа. Он повторял фотографический образ, зачастую в различном масштабе, в различном увеличении, размещал их по диагонали, чтобы произвести чувство впечатления динамизма. Он использовал красный фон, который контрастировал с серым цветом фотографических образов и тем самым выделял визуальное воздействие этого образа. Он также использовал очень простой шрифт, который легок для чтения. Один из наиболее запоминающихся образов – это плакат, где сливаются лица Ленина и Сталина. Манипулируя фотографическими образами, Клуцис сумел создать такой образ, где у двух лидеров один общий глаз. И визуально этот плакат укрепляет идею, подчеркивает идею, что Сталин правомочный наследник Ленину и должен обладать такой же властью, как ранее обладал уже умерший Ленин. Ленин впереди, подтверждая то, что он такой визионер, глядит в будущее. Но Сталин очень рядом, за ним поддерживая и реализуя то, что предвидел Ленин. И, конечно, манипулируя фотографию, это подвигало конструктивистов на то, чтобы самим становиться фотографами. И мы знаем, что Клуцис делал некоторые из тех фотографий, которые он использовал потом на своих плакатах. Родченко стал фактически фотографом и начал представляться, как фотограф начал публиковать свои фотографии в журнале «Новый лев». Похоже, что первые фотографии он сделал в 1924 году, когда приобрел первый фотоаппарат, а потом начал расширять свою коллекцию фотоаппаратов, когда был в Париже в 1925 году. Когда он писал о фотографиях, Родченко подчеркивал, что во время фотографирования он смотрел на потенциал камеры, как машины, которая может представить другой отличный образ мира. Он подчеркивал необходимость смотреть с высоты птичьего полета или с точки зрения улитки, то есть смотреть самых разных высот. Он фокусировался на мелких деталях индустриальных продуктов. Когда он, например, фотографировал шуховскую радиоантенну, он находился внутри антенны и смотрел вверх. И этот образ подчеркивает сложную структуру мачты. Фотография Родченко-Горнист сделана снизу. Однако эту фотографию часто критиковали, потому что музыкант выглядел как-то неприятно. А в советской идеологии советские люди не могли выглядеть уродливо, они должны были выглядеть прекрасно. И он также делал фотографии демонстраций, трудящихся со своего балкона в своей квартире. К концу 20-х годов конструктивизм уже начал терять свою популярность. Ни один из конструктивистских продуктов, за исключением текстиля, производился массово. Ну, еще производились также их плакаты. А, кроме того, геометрические дизайны на ткани стали непопулярными среди клиентов. И, кроме того, фабрики начали использовать другие набивные ситцы с более фигуративными узорами. В архитектуре конструктивизм был более удачен и продолжал оказывать свое влияние, в том числе на строительство заводов, вплоть до наступления эры социалистического реализма. Тем не менее, были еще дальнейшие развития. Например, то, что я называю органическим конструктивизмом. Это выглядит как противоречие, как оксюморон. Но на самом деле принципы тектоники, конструкции и фактуры остаются. И хотя сейчас уже источником вдохновения служит не технология, не машина, а природа. Например, Владимир Татлин, который сперва и ввел конструктивизм со своей моделью третьего интернационала, также несет ответственность за разработку этого нового типа конструктивизма. В конце 1920-х годов он начал работать над летающей машиной, которую он назвал «Летатлин». То есть это игра слов на его собственной фамилии и глаголе «летать». Он считал, что это такой воздушный велосипед будет, на котором человек может ехать, ну или лететь по воздуху примерно так, как вы бы использовали велосипед на земле. Он сделал несколько вариантов аппарата «Летатлин» и до сих пор в Третьяковской галерее в Москве есть одна из уцелевших моделей. Во время проектирования своего аппарата он изучал птенцов и как они учились летать, и фактически форма «Летатлина» повторяет форму птицы. Вот вы видите фотографии, которые показывают аппарат «Летатлин» лежит на земле, и как можно использовать руки и ноги для того, чтобы себя по воздуху нести. Материалы, которые он использовал, были также органическими. Ива, осина, липа, кожа, китовый ус, шелк, пробка, но он также использовал металлические подшипники. Как минимум один состоялся испытательный полет, и мы знаем, что его планер пролетел около 50 метров. Похоже, что пилотировал его сын наркома внешних дел Максим Максимовича Литвинова. И, конечно, военные очень заинтересовались этим аппаратом, поскольку человек мог бесшумно летать над вражеской территорией во время, например, войны или до войны в качестве разведки. И, тем не менее, Татлин считал, что Летатлин – это что-то совершенно другое. Для него это был определенный такой воздушный велосипед, который освободит людей от силы протяжения и позволит им свободно двигаться в пространстве. С этой точки зрения Летатлин представлял собой высшую свободу для жителей, для граждан социалистической России. Для него это был просто социалистический объект. К сожалению, этому представлению о свободе не суждено было осуществиться. В отличие от других планеров, Летатлин выглядел скорее как птица, чем как машина. У него, смотрите, какие прорезные крылья, фюзеляж более круглый. И, прежде всего, это было произведение искусства. Для Татлина это было эстетически совершенно. И это стало логичным концом всего периода конструктивизма. Спасибо. Спасибо. Было очень интересно, потому что, ну, как бы вы охватили широкий спектр практик конструктивистов. И это по-новому ставит вопрос об отношениях конструктивистов и реальности. Есть ли вопросы у сидящих в зале сейчас? Ну, вот, пока присутствующие собираются с мыслями, я хотела бы задать тогда свой вопрос. Да. Потому что, с одной стороны, мы видим, что вот, когда вы показывали вот эти первые конструкции, когда плоскость, абстракция на плоскости превращается в какую-то фигуру пространственную, применение которой нам кажется проблематичным. То есть она какая-то, все равно она воплощена в материале, но она беспредметная. В том смысле, что мы не понимаем, зачем она нужна. Потом следующим шагом становится попытка все-таки создавать какие-то объекты, которые, ну, я не знаю, обладают способностью передавать радиосигнал, например, да, или служить киоском, или они уходят там в мебель. То есть они начинают создавать что-то прикладное. И, ну, с другой стороны, как бы, вот, они были движимы тем, чтобы, как бы, используя технологии, вдохновляясь технологиями, приближать какую-то новую реальность. То есть по отношению к той реальности, в которой они существовали, они, как бы, относились к ней как нигилисты, скажем так. Да, потому что это, как бы, реальность, которая уже, как бы, запачкана тем, что она из прошлого, они ее в будущее не берут. И эти конструкции, они помогают им приближаться в будущее. И вот, как бы, возникает вот вопрос, что у них какие-то были вот действительно сложные отношения с реальностью, у вас все-таки постановка вопроса, да, конструктивизм и реальность, да. И в этом смысле, и то, как, чем все закончилось, да, что, собственно, как бы, реальность, по сути, от них отказалась на какое-то время, да. Вот что такое была все-таки реальность для конструктивистов? Вот как бы они определили реальность, если бы их сейчас спросили, вот что такое для вас реальность, вот как вы их поняли? Не знаю, наверное, Сумбурна задала свой вопрос? Не, не за что. Я думаю, что мне, может быть, я не объяснила достаточно в своем декладе, но для меня реальность конструктивистов, они думали, что что они сделали, были реальны. У них было видение нового мира, но когда они формулировали свои идеи, это было сосредоточено на что случилось во время революции, их переживания во время революции, что они делали в революции. Поэтому у них было какое-то реальное основание, как они поняли, что случилось, как они поняли свои работы во время революции. Но проблема появится в течение 20-х годов, когда их идеи были не то, что у населения были, или у большевиков были, или у кого-нибудь. У них были свои идеи, о чем они хотели. И сейчас мы видим их произведения с радостью и с интересом. А тогда они были чужие. Они были тоже, как и сейчас нового мира, может быть. Они были чужие, и они не были понятны для массы людей и для большевиков. Они не поняли, они не хотели помнить. У них были очень традиционные идеи насчет художественного произведения, насчет живописи, насчет искусства. И они не могли понять, вот именно, что конструктивисты хотели делать. И поэтому у них были урильные основания в 21-м году. Но в течение 20-х годов они потеряли связи с реальностью. Хотя иногда, как в рабочем клубе, Родченко ответил на самые нужды людей в рабочем клубе. Это понятно вам? Понятно, спасибо, но я хочу сказать, что хотя вопрос задается по-русски, вы можете отвечать на него по-английски. У нас есть синхронный перевод, который все нам быстро переведет. Мне кажется, так проще. Хорошо, хорошо. Хотя я... Да, это будет легче, потому что это очень сложный вопрос. И, действительно, вопрос, что я хотел показать, что когда конструктивисты формулировали их идеи в 19-20, они были басить эти идеи и их approach на их реальность, на их реальность, на их реальность, на их реальность в реальность в революционной период. However, that reality changed, and the political realities changed, the economic realities changed, but they continue to base their ideas on what they had experienced during the revolutionary period. And this, perhaps, was the real problem, that their vision of communist society did not change as Soviet society and Soviet... А советское общество и советская политика изменилась в 20-е годы, и проблема осталась в том, что в конце 20-х годов их методы, их идеи, они были совершенно, совершенно рассинхронизированы с тем, что происходило в обществе. И что обычный человек хотел, и что нужно было производить на заводах, что большевики хотели. Большевики хотели, чтобы пропаганда... Они не хотели никакого, не было интереса вот в этих идеях. Они, если они могли что-то продать на Запад, ну тогда да, да, а если говорить про... Ну, конечно, очень много авангарда было спродано на Запад, и, конечно, было распределено на Западе, и конструктивисты были в моде, но в определенном смысле реальности, они основывали это на реальности, как она изменялась, и они не изменили этих идей. Достаточно для того, чтобы ответить на требования общества, на запросы общества и политиков в течение 20-х годов. Я бы яснее это сделала, прояснила хоть сколько-то. Вопрос с одной стороны. С другой стороны, тут разные сюжеты, которые как бы цепляют и пытаются обсуждать. Вот связано, в частности, вы, надо говорить о революции, авангарде 20-е годы, да, Советский Союз, Россия. Но одновременно в это же время мы наблюдаем и по всему миру похожие тенденции, да, похожем поле в том же ракурсе. И даже сегодня вы об этих сюжетах говорили, да, вот мы говорим Хутамаса, вот тут Баухаус у нас, да, или вот тут у нас Лекарбузье, вот тут конструктивизм и взаимодействие, или, как часто мы говорим, взаимоопыление такое друг друг на друга. Но, с другой стороны, если мы попытаемся отделить или там специфицировать конструктивизм от или, если сузить конструктивистскую архитектуру, вот чем она отличается от этой архитектуры интернационального стиля от функционалистской архитектуры в широком смысле, вот с чем она заключается. Потому что, понятное дело, что есть разные точки зрения, из разных углов люди анализируют и говорят, и в частности встречается, бывает, точка зрения, что если бы Гинзбург там и, в общем, не при большевиках работал, просто это все называлось бы модернистская архитектура, характерная Элизавета. Или конструктивизм здесь обладает ярко выраженными своими специфическими чертами, которые позволяют его отделить от просто от ряда функционалистской архитектуры интернационального стиля. Здесь российский конструктивизм, это часть очень большого движения, великого движения цели современного искусства модерна в абстракции, геометрическая абстракция использовалась как для формулировки новой среды везде. Разница в русском, в российском конструктивизме, это революция, которая произошла. Им не надо было работать внутри капиталистических структур. Где-то в других местах дизайнеры, они шли на компромисс с капиталистическими организациями, с которыми их приходилось иметь дело. А в России конструктивисты, может быть, по ошибке, они думали, что им не приходится с этим дело иметь. Они ошиблись, да, но они думали, что они совершенно в ногу шли с новой идеологией, с новым режимом. И в определенном смысле, всю работу, которую они сделали во время революционного периода, дала им ложную идею, ложное понимание того, что они дали революцию то, что она хотела. То есть, они делали то, что Ленин хотел, то, что хотели большевики. Это было не так, что они не вели переговоров, когда они не делали уступок в своем дизайне с капитализмом или с какими-то властями, которые существовали в этом мире. Это была слабость их позиции, но также это была их сила, их концепции. Они не шли ни на какие компромиссы, ни с таким образом, каким образом нужна быть организована квартира. Они не компрометировали простоту структур рабочего клуба. Здесь был очень скудный дизайн, очень бедный дизайн. Здесь, если посмотреть Bauhaus, дизайн сравнимый. Посмотрите, насколько оно экономично, насколько спартанские были дизайны в России. Они были частью большего, так сказать, целого. Но здесь были определенные качества русского конструктивизма. Здесь дизайн и мощь, и отсутствие компромисса, которое невозможно найти такого отсутствия компромисса в Западной Европе или в Америке или где-то еще в эти же годы. То есть получается, что советские конструктивисты, они были бескомпромиссны. И в том числе не сумели, в общем-то, договориться и с таким заказчиком, как советская власть. Они думали, что вот они были, как они были, у них были идеи то же самое, как у Ленина, у большевиков. И они не думали, что они надо все как-то делать компромисс, чтобы их дизайны были там выполнены. По-английски можете говорить. Я просто уже устала, извините. Они не думали, что должны идти на компромиссы. Они считали, что они вместе с революцией звучат, настроены на звук революции, но, к сожалению, не так обстояло дело. И это стало очевидно к концу 20-х годов. Например, они не смогли смириться с институтом НЭПа и с государственным капитализмом. И они не понимали, что снова им приходится связываться с рыночной экономикой. Они противопоставляли себя рыночной экономике. Все их опыты исходили из гражданской войны, когда они были абсолютно свободны, когда никто не смотрел на то, что они делали. Никто им не говорил, что делать надо. И они, возможно, неправильным образом воспринимали реальность. Конструктивизм – это как раз, конечно, ощущение полной оторванности от реальности 20-х годов рыночной экономики, потребительского спроса. Они никогда не думали о потребительском спросе. Они думали, что это только для капитализма характерно. Они думали то, что они делают это правильно, и им нет необходимости это каким-то образом оправдывать. Они думали, что это настоящие романтики. Да, 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 они были романтиками, они были романтиками, визионерами, мечтали о будущем. И, к сожалению, они не нашли своего клиента. Баухаус был гораздо более прагматичным. И иногда конструктивистские идеи были довольно безумные, просто даже смешные. И их даже невозможно было сконструировать, в смысле построить. Например, этот монумент Третьему интернационалу. Но все-таки это потрясающая структура. И какие образы Татлин вписал в этот монумент, это просто невероятно. И каждый раз... Но сколько раз вы смотрите на то, как воспроизводят создания Баухаус? Они такие прочные, надежные, но они не визионерские, они не говорят что-то о новом мире. И вот это вот, конечно, очень ценно. И именно поэтому я потратила большую часть своей, практически всю свою взрослую жизнь на то, чтобы исследовать именно русский конструктивизм. Спасибо большое. Есть еще одна? Слушаем на английском? Слушаем. 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 First of all, thank you so much for your lecture. And your Russian is amazing. I know it's much more complicated to learn than English. So, it's amazing. Thank you for sharing and saying something in Russian as well. But I wanted to ask you about, not about constructivism itself, but rather how you navigate your research process. Do you believe that constructivism, especially Russian constructivism, is there to be discovered? If you read all the books, study in archives, do you internships and things like that? Or do you approach it as more like a personal aspect? So, do you believe that you influence the phenomena of constructivism as you're doing your research? And in connection to that, I wanted to ask if, what drove you to do research? And it's that particular topic. It's very interesting that being a person with a different cultural background, how do you navigate it? I know you speak Russian, so that's kind of, I don't understand that aspect. But in general, how do you navigate differences in cultures? So, and now I'll say the same thing in Russian. Sorry. Oh, right. You say that in Russian, and I will just ponder my answer. There you go. There you go. I'll give you some time. Well, this is an interesting question. I'll start with the final question. Why did I get inspired by the research of Russian constructivism? Well, when I studied the history, I saw Le Tatlin, how they were reconstructed him. My friend participated in this reconstruction. And now this reconstruction is located in the Museum of Modern Art in Stokkholm. He participated in this project. And I made a great impression that made this structure. I didn't see anything like that. And so I was excited. I started to study, I started to read, and I saw that all the books were not in the books. And all the books were used in the books. And all the books were repeated one and the same. And he said, I talked to my person. He said, I'm going to talk to you, and my professor said, Kristina, so that you start your own research. And I decided to do it. I started to learn about Russian. I started to learn about Russian. Я была не готова к жизни в Советском Союзе, потому что я была из среднего класса английской семьи, которая не привыкла к подобным трудностям и внезапно столкнулась с жизнью в 1970-е годы в Москве. Это, в общем-то, нелегко было, особенно с самого начала. А потом обнаружила, что никто вообще-то и не знал ничего. Буквально два-три человека мне помогали. Василий Ракитин, Алина Абрамова, Дмитрий Владимирович Сарапьянов. Дмитрий Владимирович Сарапьянов. Но в целом я оставалась одна. Предоставлена была самой себе. Сама работала в Третьяковской библиотеке, боролась с русским языком и встречалась со своим научным руководителем, Кауфманом. Каждый раз, когда он меня встречал, и он говорил, что это был прямо исследовательский процесс и процесс открытий для меня и языка, и культуры, и исторического периода. Это было очень сложно. Но чем больше я узнавала, тем больше я была очарована этим. То есть это был, да, такой процесс постоянного открытия. Я открывала для себя различные работы, постепенно улучшала свой русский, стала читать уже сложные работы по теории. Начала читать теоретические работы конструктивистов. Правда, немного видела их оригиналов, но видела фотографии. Все больше и больше фотографий. А потом все больше и больше заинтересовывалась тем, что я все увидела, посетила Джорджа Кастакиса, видела его коллекцию несколько раз в Москве. И в конечном итоге совершила для себя такие открытия. И это мое путешествие, это интеллектуальное открытие, путешествие шло наряду с признанием того факта, что мне необходимо было понять ситуацию, в которой это движение зарождалось и развивалось. И мне пришлось изучать русскую культуру и разбираться в российской истории того периода и со всеми этими сложностями революционного движения. И, похоже, все, что я для себя открыла про русский конструктивизм, все это отражало мое собственное путешествие, если можно так сказать. Но я пыталась также нанести на карту основные точки этого движения. И на Западе конструктивизм русский не был описан. И вообще все включало в себя конструктивизм, все, что подразумевало какие-то геометрические фигуры. Но я хотела разобраться, что фактически это означало для тех людей, которые создавали конструктивизм в 20-е годы. И я изучала и литературу, документы, а сейчас я бы не написала то же самое, что написала тогда. Да, но сейчас уже очень много существует исследований по этому эпоху Хан Магомедов, который в начале не хотел мне помогать. И в 70-е годы он мне не помогал, но сейчас он опубликовал большое количество исследований. К сожалению, он уже покойный. И Абрамов, и Ракитин, и Сарапьянов, все уже нас покинули. И, конечно, я многое почерпнула у этих людей, но фактически я составляла для себя такую карту конструктивизма. И теперь люди могут прийти и посмотреть на эту карту с различных точек зрения. И именно этого мне и хотелось достичь. И я до сих пор продолжаю восторгаться конструктивизмом, до сих пор пытаюсь открыть для себя новое и описать самые мельчайшие детали. И это потрясающее исследовательское поле, очень богатое. И там есть место для самых разных интерпретаций, для самых разных подходов. В своей собственной работе я пыталась найти баланс, но, конечно, полностью объективным быть невозможно. И мне очень нравятся конструктивисты, и, конечно, я в этом отношении романтик. Кристина, спасибо. Спасибо большое за вашу учебу. Это было очень интересно и впечатляет. Итак, мы сейчас закончим. Правда. Спасибо, что вы spent your time with us, sharing with your experience and knowledge. Мне было очень приятно. Это было большое удовольствие. Спасибо вам, что вы меня пригласили, и что я имела эту возможность говорить с вами. Это было для меня большое удовольствие. Особенно в это время, как я сижу здесь, в Англии, а вы там, в Екатеринбург. Я очень хотела бы, чтобы я была бы с вами. Мы тоже. Ну, может быть, будет скоро. Будем надеяться. Будем надеяться, да. Большое спасибо и до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Bye-bye. Thank you.